Привет всем. Я тут некоторое время назад прорекламировали политического деятеля по фамилии Платошкин. Николай Платошкин. Мимо меня прошло просто совершенно. Я и про Навального-то узнал, наверное, лет пять спустя, как он появился. Решил, в общем, ознакомиться. Вроде говорят, что он какие-то там инициативу выдвигает, с властью борется и так далее. В общем, стал искать что-нибудь, посмотреть. Просто, ну, там, думаю, на больную тему надо, естественно, что-нибудь там про семью, про демографию и так далее. Меня сразу насторожило, что он выдвигается от КПРФ. Потому что при этом сразу можно ожидать, собственно. Я не так давно постил депутат от КПРФ, очень конкретно говорит про свои планы, как они видят работу по демографии, по семье и так далее. Вот. И, в общем, тут тоже было чего ожидать. И попалось видео примерно годичной давности. Просто навскидку я увидел, что они в одной студии, это «Консомольская правда» сидят в одной студии Крупнов Юрий и, значит, Николай Платошкин. Думаю, отлично. Вот, отлично сейчас. Я знаю, как бы, все, что говорит Крупнов обычно. То есть, нового, наверное, ничего не услышу. Вот. Мне интересно, как будет реагировать на это Платошкин. И, в общем, должен, надо сказать, поделиться своей реакцией. Потому что это было что-то с чем-то. Ну, как это цензурно-то все выразить, даже не знаю. Ну, в общем, так слиться просто по всем вот возможным направлениям. То есть, и по владению темой. Вообще, ты еще понимаешь, о чем ты говоришь. Слово демографии. Юрий Васильевич, он просто, ну, начал уже, когда понимает, что человек вообще не в дугу. Вот вообще просто какие-то там говорит опять там про потери во Второй мировой войне. И явно, ну, слышно, что он не понимает значение цифры, что такое коэффициент фертильности. Он просто не понимает, что это не привязано к количеству населения в стране. Это удельные единицы. Просто не понимает, какой-то чушь мерит в ответ какой-то. И начал разгоняться, разгоняться. Такая вот бабская такая началась. Вот прям такая. ТП-бинго прям такой вот. Ну, даже не бинго. Там не было тех бинго. Но такое ТП было. И такой мачизм такой. В худшем случае, такой бабский мачизм. Там, когда, ну, там, Групнов говорит, типа, что в 64-м году просто факт рассказывает, да, типа, ну, и там, он уже тоже начал раздражаться ближе к середине. Говорит, типа, ну, блин, вы график-то посмотрите, хоть о чем вы вообще говорите. Сели разговаривать о теме. Показывает ему цифру, что в 64-м году коэффициент рождаемости упал ниже воспроизводства. И этот, блин, съезжает вообще просто какой-то, ну, в стиле, вот, не знаю, какого-то шоу Малахова на Первом канале. «Я родился в 65-м году, это что, у меня плохая семья была?» Такой, блин, просто вообще, просто баба, баба в штанах, блин, просто какой-то пипец вообще. Такой демагог, пустозвон, дебил вообще и профан в этой теме, что просто... Мне вот вообще фиолетово из какой он партии. Ну, просто настолько быть тупым, блин, и еще, главное, эту свою тупизну и неспособность вообще поддерживать тему взялся за тем, кто просто не тянет, вообще не тянет, не понимает вообще, о чем речь идет. Это еще я должен сказать, что, по-моему, мне сложилось ощущение, что Крупнов всю передачу, несмотря на все на это, щадил его чувства. Потому что, если уж было наезжать, переходить на персонали и сказать, ну, давайте, хорошо, вы говорите, что у вас была замечательная семья, значит, в 65-м году, где вы родились. А сколько у вас детей в вашей замечательной семье было? Я вот что-то в интернете не нахожу, ни одного сведения про братьев и сестер господина Платошкина. Есть такое подозрение, что их у него нет. То есть он единственный ребенок в семье, да, в своем замечательном 65-м году. Но это же как раз укладывается в то, что Крупнов говорил. Просто факт. Про сейчас я бы его тоже сказал. В интернете полная вообще глухота и тишина. Вообще, есть ли у него дети, и кто их, и сколько, и где, и когда. Ну, там, конечно, могут быть разные причины, почему их прячут. Потому что у меня такое ощущение, что как-то человек из какого-то там села попал в МГИМО. Я так понимаю, из села МГИМО можно попасть только через одну организацию, через КГБ. Соответственно, он, скорее всего, работал на спецслужбе всю свою жизнь. И жил, я так понимаю, больше по заграницам, чем по этим самым, чем по России. Он, собственно, тут не так давно, я так понимаю, находится-то вообще. Но это детали сейчас, это вообще неинтересно. Просто, ну, как бы, для любого нормального кандидата в нормальной стране как бы предъявить, что ты семейный человек, и у тебя вот, как бы, ты там двигаешь за что-то там, вряд ли он, эти, я так понимаю, он не производит впечатление человека, у которого мало средств. Я не знаю, кто из вас знает, вот Платошкина фигура, у вас есть впечатление, что ему не хватает на жизнь? Если нет такого впечатления, то почему у него нет детей? Тут отдельный вопрос, конечно, если они есть, то почему он просто хотя бы, ладно, не надо их светить перед экранами, хотя вообще-то, ну, у американского политика, например, это было бы просто, ну, без этого его бы не поняли, как это, как это идет человек, которому нечего предъявить в смысле своих, там, семейных достижений. Может, у него чемодан собран, он собирается обратно в Хьюстон, где он там большую часть времени, я так понимаю, провел в своей жизни рабочей. Тут сейчас что-нибудь напринимает, и чемодан, чемодан в вокзал Хьюстон. И все. Это же хороший вопрос. Где твои дети? Где они живут? Сколько их? Выступает тут за то, за все. Ну, короче, ладно, в общем. Просто я думал, что человек будет, как бы, ну, там, чего можно ожидать от КПРФ, да, ну, того же, что обычно ожидать. Но это просто, это просто ниже всякого Плинтуса, вообще просто, это, ну, это какой-то, я не знаю, нет слов просто как это назвать. И кто-то за этого балабола всерьез голосует, и сейчас даже безносительно партии, хрен с них с партии, там, ну, как бы, кому, кому, чем не это самое, мало ли кто в какой партии оказался. Он, Делягин, например, считает себя коммунистом, но при этом в «Справедливой России» избирается, в общем. На мой взгляд, конечно, лучше бы шел независимым кандидатом, было бы больше шансов, ну, хрен с ним. Но это просто, это неважно какой партии, просто человек, мало того, что, я говорю, профан, он даже просто дискуссию не в состоянии поддерживать, и лезет в тему, который не понимает. А тема, действительно, тут Крупнов правильно сказал, тема принципиальная, можно сказать, центральная тема вообще. Если у вас, если у какой-то партии нет решения на эту тему, как вы собираетесь это делать, то, собственно, вам нечего делать, просто в Думе вообще нечего делать. Просто на них времени тратить не нужно, ходить, голосовать за них. Просто, ну, это просто, даже не ноль, как бы, а человек с минусовой, просто. Я не знаю, чем он, может у него какие-то и другие добрые дела. Может, он прославился какой-нибудь там борьбой с коррупцией. Не знаю, что он там двигает. Поднимает промышленность в своем там каком-то регионе или там, что он еще делает. Но, но, в общем, по демографии, да упаси боже, блин, человек вообще не только не знает, но и не собирается ничего узнавать. И уж точно не собирается ничего менять в смысле политики. Нет, то есть он, опять же, у меня сложилось впечатление, что Крупнов берег его чувства, потому что, видишь, что человек просто себя не держит в руках. То есть еще немного, и он там, не знаю, там боксерский ринг бы открылся. Можно было сказать, ну, то есть то, на что Крупнов тонко намекает, но не произносит. Хотя, вообще-то стоило бы, наверное, это в лоб сказать. Когда пошла речь, типа, ну, так что вы там, он, Платошкин, даже не дает слова как бы сказать нормально. Так что вы, собственно, ну, в чем причина-то? Типа, так через не хочу, типа, в общем, согласился, типа, что, ну, ладно, ладно, да, какие-то там есть данные, что-то там в 64-м году упало, а не в 90-е годы. Вау, вау, это, это круто, блин, узнать это, да, в 21-м году, в 2021-м. Что-то там упало в 64-м году, а причины, какие причины? Крупнов, как бы, остановился на своем ответе, несколько раз его повторил, типа, что семья разрушена, семья как институт. Просто, если признать, что это так, я, например, согласен абсолютно, да, семья разрушена. Она, правда, вообще-то была разрушена еще раньше, вот, была некая, которая заставила, ну, предпочелось подождать, пока по-настоящему расцели плоды этого, так сказать, творчества. И все то, что Платошкин перечисляет, как достижение, как они там ввели детские сады, ввели то, ввели сё, все это на самом деле и были, те самые инструменты, которые семью убили. Сошлюсь на хорошую лекцию, этот Елена Житкова, которая в Горьком центре читала, можно еще раз ее переслушать. Там очень хорошая такая зарисовка практически по всей истории СССР. Что и как там у нас происходило, с точки зрения политики, там плакат, как она отражалась на плакатах, как отражалась на, там, семейных кодексах и так далее. Чего не хватало? Сказать ему в лоб, что кто отвечает за то, что случилось с семьей, даже если предположить, что это семья, может быть, не семья, неважно, что бы это ни случилось в 64-м году, за это отвечают коммунисты, те, кто был у власти. Причем не в 64-м году, те, кто был у власти. В 64-м году они-то плоды пожали, первый, по-настоящему серьезные плоды. Падение-то началось аж с 55-го года, а фундамент этого падения, как я понимаю, был заложен еще, вероятно, до войны еще, там, в 30-е годы. Я уже излагал свою версию, там, как это, я не демограф, да, я как бы в этом не особо разбираюсь, но такое ощущение, что явно разбираюсь лучше, чем Платошкин. Вот в этом вопросе я мог бы его заменить, наверное, в любых комитетах, в которых он собирается там заседать от моего имени. Нет, спасибо, от моего имени не надо. Нужно было, я к тому, что нужно было настоять на том, что коммунисты должны на себя взять ответственность за то, что это они сделали, во-первых. Это их достижение, то, что произошло с семьей, с демографией. И, во-вторых, просто дальше, следующим шагом, когда просто припереть этим к стенке, что, ну, больше некому было сделать, это сделали вы. Это сделали не США, там, не Рейган, не Горбачев, это сделали вы. Очень в махровых годах, там, где-нибудь там, в 50-х примерно, да, такой же тяжелый вариант там, а начальный вариант был, скорее всего, в 30-х годах, в 20-х, 30-х. То есть, очень логично, просто 64-й год, это как бы год, когда все, ну, уже отрицать невозможно, тут, я считаю, Крупнов абсолютно правильно сказал, то есть, тот, кто проигнорировал, проигнорировал этот звонок в 64-м году, был просто, ну, не знаю, либо предатель, либо дебил, то есть, как тут, как обычно, как бы, глупость или предательство, не знаешь, что лучше. Ну, и бывает еще поместь, как бы, когда и глупец, и предатель одновременно, потому что предатель обычно глупый, да, а глупый обычно предатель, ну, как-то и так, они же мало того, что это они сделали, они еще и совершенно не собираются ничего в этом вопросе менять, то есть, казалось бы, хотя бы, ну, какой-то человек, который признал бы, что он, например, что-то делал не так, это что-то привело к каким-то плохим последствиям, нужно что-то поменять, чтобы делать иначе, нужно проанализировать, что-то делал не так и сделать по-другому, они даже близко не собираются этого делать, по крайней мере, вот эта вот компания, нет, 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 они всю свою политику, которая вот действовала, там, с 20-х, 30-х годов, они собираются продолжать ее сейчас, с минимальными декоративными изменениями, и никакой, ничего не видят в этом нелогичного, абсолютно, ничего не видят в этом преступного, вот, и, я не знаю, я только могу руками развести, короче, я не знаю, буду ли я в следующий раз смотреть хоть одно видео с господином Платошкиным, в общем, это было видео, скорее всего, первое и последнее мы, может быть, если он будет в студии с каким-то, ну, умным человеком, который тоже будет его к стенке припирать, ну, наверное, можно будет посмотреть, а так просто, это просто какой-то беспредел, так что, в общем, господа, кто мне его прорекламировал, это было полный провал, не знаю, что тут еще добавить, все, ссылку оставляю, хотите, посмотрите, примерно годичной давности видео, у меня все, пока, субтитры сделал DimaTorzok